Полумарафон парка приключений начался в субботу с детского забега и завершился на следующий день церемонии награждения. На различных дистанциях на старт вышли более тысячи бегунов и любителей наркотической ходьбы. По всему маршруту атлетов поддерживали болельщики. По сравнению с прошлым годом популярность мероприятия заметно выросла. Для обеспечения хорошего настроения и самочувствия как бегунов, так и зрителей трасса забега была оборудована пятью оазисами, где звучал духовой оркестр и выступали участники клуба аэробики. На финише бегуны получали памятные медали и могли подкрепиться закусками и напитками. Первыми на старт полумарафона вышли дети. 330 человек из разных городов Латвии. Подавляющее большинство, 230 человек, представляли Венспус. Также соревновались в скорости дети из Риги, Тукомса, Елговы, Юрмалы, Цессиса и Пилтоны. Для них были предусмотрены дистанции в 300 метров, 1 километр и эстафета на 2 километра 100 метров. Самые маленькие, в возрасте до 6 лет, бежали дистанцию в 300 метров. Победительницей среди девочек стала Изабелла Богданова, а в конкуренции мальчиков первый Павел Давыдов. Дети постарше бежали 1 километр. И быстрее всех это сделали Беаты Ле Пайницы и Ингус Богдана. В эстафете на дистанции 2 километра 100 метров победила команда Сая Уктия. В полдень воскресенья был дан старт большому полумарафону, дистанция которого протянулась на 21 километр 97,5 метров. В свою очередь поклонники нордической ходьбы и те, кому не по плечу длинный забег, преодолели дистанцию в 5 километров и 300 метров. Борьба, азарт – это стиль жизни, спорт. Каждый день, хочешь не хочешь, ты выходишь на дорожку, на шоссе. Я каждое утро занимаюсь нордической ходьбой и езжу на велосипеде, гимнастикой каждое утро занимаюсь, так что для меня это повседневность. 5 километров бегаю, конечно, не каждый день, может, немножко меньше. И я этим хочу показать, что всем надо заниматься физкультурой. И тогда государству надо будет меньше денег тратить на медицину. Как марафон начинается после 35-го километра, так же полумарафон начинается после 18-го и до финиша. Это полчаса чистой радости. Не надо обязательно бежать очень быстро, задыхаясь. Можно бежать медленно и красиво. Маршрут полумарафона пролегала от парка приключений до центра города и обратно. Всего надо было пробежать 4 круга. На дистанцию вышел и рекордсмен латвийского полумарафона Валерий Желнирович. Отлично. Бежали в пачки вместе с полумарафонцами. В конце немножко набежал. Не, ну погода тяжелая, конечно. Но в целом трассой доволен. Самый трудный, но, наверное, вторая половина. Как бы бежать еще много, а сил уже остается не так много. И идет борьба с собой опять же. В первую очередь это самоутверждение. Это своего рода вызов и, конечно, чистый спортивный азарт. Я в прошлом очень активный спортсмен. Более 20 лет отдал большому спорту. И для меня здесь все привычно. Инновациями было встречено появление на дистанции спортсменов с ограниченными возможностями, вышедших на трассу на инвалидных колясках. Главное – это общая атмосфера. Чтобы в жизни чего-то добиться, иногда нужно работать через «не могу», «не хочу», «лень». И здесь видно, есть ли у человека сила воли. Сила воли – самое важное. И только потом физическая кондиция. Каждый спортсмен, он фанатик. Он бежит для того, чтобы выжить какое-то само преодоление. Знаете, какой-то азарт, когда ты выходишь на дорожку. Борьба – азарт. Победителем основного забега с результатом 1 час 7 минут 57 секунд стал гость из Санкт-Петербурга Дмитрий Лукин. Вторым финишировал литовский спортсмен Кестутис Янкунас Валерий Жаннирович, третий. Конкуренцией среди женщин на длинной дистанции самой быстрой оказалась Гита Наргельена из Литвы. На дистанции в 5 километров 300 метров первыми пришли Дмитрий Серегин и Илона Каяловича. И Монт Лочмелес – победитель в нордической ходьбе. О призах и приятных сюрпризах для участников полумарафона позаботились компании Nike, Alderis, Rimi, Sumata, Druva Saldiums, курса МРУ, Transit. Светбанк предоставил денежные призы. Более подробно с результатами полумарафона Парка приключений можно ознакомиться на домашней страничке.